Добрый день. Рад приветствовать вас на обзорном вебинаре «Контроль технического состояния зданий и сооружений с выводами и эксплуатацией». Организатор вебинара «Центр ИСТ». Я директор этой организации, безродных Алексей Викторович. Мы занимаемся техническим обследованием зданий и сооружений. Вопросы, связанные с эксплуатацией зданий, нам близки, знакомы. Мы часто имеем возможность общаться со специалистами по эксплуатации. Наш вебинар охватывает сегодня только шесть вопросов. В области законодательства, ответственности, аварий, технического состояния зданий. Все эти вопросы мы рассмотрим сегодня в очень кратком виде. Более подробно с ними можно ознакомиться в ходе проводимых нами семинаров, либо вебинаров расширенного формата. На тему участия в этих семинарах и вебинарах можно обращаться на сайт «Центра ИСТ». Вы его видите в правом нижнем углу. Там также расположена другая информация, касающаяся технического состояния зданий, эксплуатации зданий, обследования зданий и многих других вопросов, относящихся именно к сфере безопасности зданий и сооружений. Начнем мы с законодательства в области эксплуатации зданий. Условно можно разделить все федеральное законодательство на три составные части. Это область ответственности, в которой находится у нас кодекс об административных правонарушениях, уголовный кодекс, область правоотношений, в первую очередь это градостроительный кодекс и другие кодексы, и область требований. Вот область требований сегодня для нас будет представлять основной интерес, от нее мы сегодня будем работать, в первую очередь технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Также к области требований я бы отнес закон о промышленной безопасности опасных производственных объектах, но сегодня на нем мы останавливаться не будем, так как область, регулируемая этим законом, она существенно отличается от обычных зданий, поэтому на опасных производственных объектах мы сегодня не останавливаемся. Кроме перечисленных выше законов, существует региональное законодательство, которое в разных регионах развито по-разному. В Новосибирской области очень мало законодательных актов, касающихся непосредственно вопросов эксплуатации зданий в некоторых регионах, например, Москва, Санкт-Петербург, региональное законодательство играет очень существенную роль и на него имеет смысл обращать повышенное внимание. Итак, цепочка законодательных требований в области эксплуатации зданий. Начинается она с закона о техническом регулировании. Основным законодательным актом для эксплуатации зданий является технический регламент о безопасности зданий и сооружений. В развитии технического регламента выпущено распоряжение правительства с перечнем документов нормативных, которые должны исполняться в обязательном порядке для обеспечения требований технического регламента безопасности зданий и сооружений, как мы говорили, устанавливает минимально необходимые и требования к зданиям и сооружениям. Теперь мы переходим к изменениям в законодательстве. Изменения в законодательстве произойдут с 2012 года достаточно существенными. Законопроект, который с начала года интенсивно обсуждался, интенсивно продвигался в Государственной Думе, наконец-то принят ею в третьем чтении, одобрен Советом Федерации и в данный момент передан на рассмотрение президента. Вступает он в действие в период с 2012 по 2013 годы. И он касается, кроме других вопросов, там в частности затронуты вопросы экспертизы проектной документации, но в плане того, что нас сегодня интересует эксплуатация зданий, там есть много существенных изменений. Итак, что же он нам предлагает? Значит, во-первых, в градостроительном кодексе появилась новая глава эксплуатации зданий и сооружений. Она не слишком подробно, но достаточно объемно описывает вопросы эксплуатации зданий и сооружений. Описывает, кто отвечает за эксплуатацию зданий. То есть, собственников зданий у нас установили ответственными за эксплуатацию однозначно. А службы эксплуатации только в том случае, если это прописано в договоре. Устанавливает некоторые полномочия органов местного самоуправления в области контроля зданий и сооружений. Именно в процессе эксплуатации. Устанавливает вопросы возмещения вреда, компенсации сверхвозмещения вреда, что является новым не только для градостроительного кодекса, но и для всего законодательства. Вот эта компенсация сверхвозмещения вреда при авариях зданий, она накладывает достаточно существенные меры воздействия на собственников и службы эксплуатации. Потому что компенсация и обязанность под оказыванием невиновности возможна на самого собственника. То есть, если собственник не сможет доказать свою невиновность, либо злой умысел в этих лиц, либо каким-либо другим образом снять с себя ответственность, то по умолчанию ответственность за вред причиненный при авариях лежит на собственнике, либо службе эксплуатации. Вот в частности, вот эти вот правила, которые к 1 января 2013 года должны быть разработаны, они должны содержать в себе целый ряд различных моментов, которые вот здесь вот в законе описаны. Наличие этих правил заинтересованы непосредственно сами организации, осуществляющие эксплуатацию зданий. Почему? Потому что, как мы и посмотрели ранее, обязанность под оказыванием своей невиновности в аварийных случаях лежит именно на службе эксплуатации, либо собственнике. Соответственно, они должны подтверждать свою невиновность, иметь для этого в наличии факты, аргументы, которые будут свидетельствовать о том, что они соблюдали законодательство в области эксплуатации зданий, в том числе технические регламенты безопасности зданий. Дополнительно приведены примеры из Уголовного кодекса. Это статьи, на основании которых происходят обвинения в рамках уголовных дел, возбуждаемых по результатам расследования аварий на зданиях и сооружениях. Те аварии за прошлую зиму у нас происходили. Аварий было достаточно много, но, к сожалению, мы не обладаем достоверной статистикой по аварийности. Вот статистику, которую мы вам предлагаем, она основана на содержании нашего сайта, в котором мы стараемся собирать всю информацию об авариях зданий, размещаемую в средствах массовой информации. По видам зданий у нас лидируют общественные здания. В торговых комплексах много было аварий, в образовательных учреждениях. И это все в зимний период. Как бы подытоживая аварийность за зимний период, можно сказать, что средства массовой информации освещали все аварии в основном однобоко. То есть много снега, крыша не выдержала, рухнула. Основная масса обрушений происходит не из-за превышения снеговой нагрузки над расчетной. Основная доля обрушений происходит из-за других причин. В частности, техническое состояние зданий, техническое состояние строительных конструкций, ошибки проектирования, дефекты строительства. То есть вот это, в основном, полагаю, в том, что есть такая улица Усова. И там постоянно что-то происходит. В 2005 году с третьего этажа здания по улице Усова упала бабушка, 80 лет, вместе с балконом. К счастью, она серьезно не пострадала. Адвокатская контора помогла ей подать иск в суд в управляющую компанию. Возмещение морального ущерба было заявлено в размере 200 тысяч. Но суд удовлетворил иск только частично. По вступающим в действие законе, то независимо от возмещения вреда, управляющая компания должна была выхватить этой бабушке 1 миллион рублей. Потому что легкие повреждения она получила. Дальше на улице Усова происходило обрушение потолка в школе. К счастью, никто не пострадал. В 2009 году, в октябре, видимо, чувствуя, что на улице Усова не все благополучно, силы МЧС проводили учения. Учения проводились в доме номер 17. Причем можно посмотреть, что этот дом и в 2009 году выглядел очень даже неприглядно. явно присутствовали уже какие-то проблемы с техническим состоянием. А в сентябре 2011 года произошло обрушение на нижней стене этого дома. Обрушение достаточно серьезное. То есть данная авария явно имеет свою историю, свои причины. И можно тут уже говорить скорее о системе, чем о случайности. То есть если мы посмотрим вот тот дом, с которого обвалился балкон вместе с бабушкой, то он не намного лучше выглядит, чем дом Пауса 18, где произошло обрушение. Причем в интернете можно посмотреть, сделать запрос по поводу Томска и улицы Усова. И там можно увидеть много жалоб жильцов других домов по этой же улице, которые рассказывают достаточно тяжелые вещи о состоянии их зданий, о таких же аварийных балконах и всем прочим. То есть мы говорим вот о системе. И это, конечно, недостатки системы эксплуатации в первую очередь. Итак, для того, чтобы нам обеспечить безаварийную и безопасную эксплуатацию зданий, необходимо обеспечить качественную систему контроля технического состояния зданий. и это должны обеспечить именно службы эксплуатации. Вот технический регламент о безопасности зданий и сооружений, он возлагает ответственность за контрольные меры в области обеспечения безопасности. Контроль о безопасности зданий также относится к сфере деятельности государственных контрольных органов, но мы с вами знаем, что государственные контрольные органы у нас контролируют только два вида зданий. Это опасные производственные объекты Ростехнадзор и жилые дома это жилищная инспекция. Все остальные здания не подлежат государственному контролю и соответственно все вопросы касающиеся контроля безопасности зданий остаются в компетенции служб эксплуатации. Значит для контроля безопасности предлагается три основных момента три основных инструмента периодические осмотры контрольные проверки и мониторинг состояния это основные способы контроля для того чтобы все это осуществлять нам и необходимы правила эксплуатации в которых прописано подробно и основательно что в каких случаях мы контролируем каким образом и так далее с такой периодичностью вот для производственных зданий можно предложить вот такую связку НДС 1314 и руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий вот во всех правилах эксплуатации которые были выпущены в прежние годы предусматривалось два вида осмотров общий и частичный общие осмотры это сплошные осмотры всех конструкций и выполняются они не менее двух раз в год обычно весной и осенью так называемые сезонные осмотры также общие сплошные осмотры могут проводиться после каких-то серьезных происшествий в остальных случаях обычно выполняются частичные осмотры то есть часть зданий некоторых конструкций и другие инструменты контроля у нас есть ГОСТ 53778 вступивший в действие с 1 января 2011 года он кстати относится к числу обязательных документов которые входят в перечень утвержденных правительством так вот этот ГОСТ предусматривает два вида контроля обследование и мониторинг про обследование наверное я думаю все знают не менее я скажу что в ГОСТе 53778 установлена периодичность обследования то есть обследование должно выполняться не реже чем один раз в 10 лет в общем случае для некоторых случаев не реже чем один раз в 5 лет первое обследование должно выполняться не позднее чем через 2 года после сдачи здания в эксплуатацию это очень важный момент потому что в первые годы здание может получать существенные повреждения могут вылазить дефекты строительства ошибки проектирования вообще дом получает нормальные эксплуатационные нагрузки происходит деформация основания и все вот эти процессы они конечно могут вызывать различные проблемы и именно в первые годы необходимо обращать особое внимание на состояние здания с помощью современных методик мониторинга можно оперативно быстро и с небольшими затратами выявлять изменения ухудшения технического состояния зданий и сооружений и так оценка технического состояния сейчас мы рассмотрим общие принципы оценки технического состояния именно с точки зрения ГОСТ почему с точки зрения ГОСТ ведь для служб эксплуатации данный документ может не являться обязательным то есть службы эксплуатации не обязаны присваивать категории технического состояния своим конструкциям не обязаны следовать ГОСТу в плане обследования зданий то есть у них свои задачи почему же я предлагаю все-таки сосредоточиться на оценке технического состояния аналогично тому что выполняют обследователи в ходе обследования зданий и сооружений оценка технического состояния это процесс который требует профессионализма и который нельзя производить АБК то есть все равно должна быть какая-то система к сожалению в правилах эксплуатации системы оценки технического состояния нет то есть если мы возьмем любые правила эксплуатации зданий и сооружений там сказано что надо ремонтировать надо осматривать но там не сказано каким образом присваивать то или иное техническое состояние как его оценивать и другие важные вещи поэтому я предлагаю оттолкнуться именно от нормативов которые используют свои работы обследователи и возможно это поможет в работе начнем мы с несущих конструкций итак что же такое оценка технического состояния это установление степени повреждения строительной конструкции да то есть насколько она повреждена и в зависимости от этой степени повреждения присвоения ей категории технического состояния степень повреждения оценивается на основании соответствия характеристик этой конструкции требованием проекта или нормативных документов категория технического состояния это именно степень эксплуатационной пригодности несущей конструкции то есть насколько она пригодна к эксплуатации данных конкретных условий то есть зависимости от ее характеристик категории технического состояния были разные периоды разными вот вы видите сравнение тех документов которые устанавливают категории технического состояния в данный момент обязательным документом является ГОСТ 5377 устанавливаем 4 категории вот эти 4 категории мы возьмем за основу будем ими в дальнейшем пользоваться я не буду останавливаться на конкретном определении ГОСТ далее у меня есть практическое значение каждой категории технического состояния и так что же значит нормативно техническое состояние это полное соответствие конструкции требования нормы проекта соответственно эта конструкция эксплуатируется в полном объеме и каких-либо мероприятий не требуется работоспособное техническое состояние это состояние когда конструкция может частично не соответствовать требованиям проекта или нора но работоспособность ее обеспечена то есть эта конструкция может эксплуатироваться в полном объеме каких-либо специальных мероприятий в данном случае не требуется Ограничено работоспособное состояние В данном случае несущая способность снижена, но отсутствует угроза внезапного огрушения Конструкции такие могут эксплуатироваться только при определенных ограничениях Либо снижение нагрузки, либо мониторинг, либо противоримые усиления В любом случае такая конструкция подлежит ремонту, либо усилению Аварийное состояние Конструкции в аварийном состоянии эксплуатировать не допускается В зависимости от назначенной категории технического состояния Можно просто принимать организационные решения по поводу их эксплуатации И необходимости ремонта Теперь мы перейдем к их состоянию Может напрямую влиять на состояние самих несущих конструкций Мы разработали методику соответствующую И вот в данной табличке вы видите, как можно определять их техническое состояние В зависимости от степени влияния на другие конструкции и степени их повреждения Вот в принципе это и все, что я хотел вкратце рассказать сегодня О вопросах оценки технического состояния, контроля технического состояния, конструкции зданий и сооружений Более подробную информацию вы можете поискать на нашем сайте Либо поучаствовать в специализированных семинарах и вебинарах В которых мы в более широком формате рассматриваем затронутые сегодня вопросы То, что касается эксплуатации контроля технического состояния здания общественного назначения У нас будет проходить на следующей неделе До конца года мы постараемся организовать вебинар, касающийся вопросов изменения законодательства Которые мы сегодня вкратце затронули Там мы будем более подробно останавливаться на тех изменениях, которые будут с 2012 года И в следующем году у нас будет ряд семинаров и вебинаров В частности, вебинары будут тематические Например, мониторинг технического состояния строительных конструкций Либо какие-то вопросы эксплуатации, имеющие какие-либо особенности Смотрите за анонсами, посещайте наш сайт Я надеюсь, сегодняшний вебинар вам был полезен И если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, замечания Всегда рад выслушать Отправляйте их на адрес электронной почты Либо оставляйте свои комментарии непосредственно на сайте Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok